ну что привет люди добрые сибири умеет удивлять и отправляется на новые рыбацкие приключения с новой компанией у компания старая давно известная но вот так вот вместе порыбать считается впервые непривычно ехать слева руля нету я мою водитель настоящий индеец на ровно родных одежда и подгадайте кто всем привет приехала к нему в гости по его приглашению звал звал меня уже года три на апач в общем и такой вот веселой компании рома слова адрюха едем на рыбалку река вот закидушечки спиннинг костерочек палаточка все как вы любите колокольчик постараюсь показать вам с обоих каналов вот видео интересное переходите на канал слава и смотрите его версию ну и забывайте поддерживать погнали остановили здесь по пути вот в таком красивом виде и вот она река опи он две лодки рыбаки погнали уже рыбачить с авцией коряги видно где щука стоит судаком друзья ну что сибири я добрался и до обе и наконец причем не просто понаблюдаю за красотами местными ну и удаст еще и порыбачит еще и с ночевой еще и с лучшим другом вот об этом будет это видео здесь будет интересно как тебе природа наша красиво запрыгивай рома рома вот там у тебя а вот он здесь поехали приучен да давай мужичок подождам немного места но а нормально будет какое-то бездорожье у нас впереди впереди будет взвоз это что такое по-алтайски взвоз а вот смотри вот это взвоз вот эта дорога которая с горы короче вырезали дорогу в горе да и сейчас кто-то что-то строил ему нужно было много глины они вот еще подписали с этой стороны подсыпано щебенкой вот какой мы идем да а с той стороны чисто глина если дождь выпал той стороной лучше не лукаться а вот если база до находится где мы будем стартовать здесь затока и база стоит на прям на затоке чурок заждался рыбалочку а вот остался хозяин природа серия рыбалка хорошо оболонный посел казанка гулястая там кстати тоже такая же стоит заезжаем на базу ворот береговая 4 а как сделано классно канаты ну и машины рвуку тут пляж девчонки нам шезлонги у него вот эта рыбалка вот тут я понимаю здесь клюет слова знают как сибири рыбалка здесь как сибири лежит девчонки шезлонги славян клёвая рыбалка приезжай на клевую рыбалку да вот здесь клёвый рыбах так слова подъезжая сейчас будем здесь разгружаться в теньки а ну вот забор небольшой тенек бы я думаю будет комфортно нормально машина забита полностью вещами лодка мотор вот может чуть выгрузили начинаем собирать комплект лодочный загружаться и пойдем народ плещет скупается класс ребята вот столько барахла в общем но ничего лишнего нет все нужно каждый чехольчик содержит что-то такое полезное важное интересное в общем сейчас мы насос подключаем к аккумулятору и накачиваем лодку и будем это все укомплектовывать радуется на рыбалку вот условно такой аккумулятор вот он специальный силовой здесь здесь 105 ампер часов это хватает и и холодом пользоваться так вот в больших дальних поездках как вот сейчас мы на несколько ночевых вот и свет можно подключать здесь разъемы значит тут такие вот то есть подключать свет любое оборудование по экранчику видно что заряд сто процентов то есть может контролировать сколько у меня осталось у нас у стола остается заряда и напряжение 13 2 вольт температура 36 градусов очень удобном кейсе вот кому интересно вот фирма titanat точка ру поедем на рыбалку на рыбалку рома на рыбал мы приехали на базу которая находится прямо на берегу реки опи и здесь такие интересные есть беседки для отдыха ну и про соответственно пляж где люди купаются отдыхают на шезлонгах загорают вот еще есть дома где ночуют в комнаты в общем сдаются очень классно сделано так уютно и на фоне такой классной природы вообще супер база обалденная недалеко от города жалко у нас таких нет вот этот домик заселен здесь уже отдыхают внутри может отдыхать и беседкой пользоваться вот этой вот вот а этот домик еще строится тоже скоро будет ждать посетителей по днем рыбака поздравляет меня спасибо так также здесь создаются напрокат а вот такие вот штуки вот лодка есть все классно взрывах здесь котенок какой-то лежит брошенный видать а красивый потом короче клуб потом принесли мы сюда все вещи и вот приходит пришла лодка ну хозяев так сказать они поют вместе с нами забрасывать нас так сказать мы хотели делать две ходки здесь ехать недалеко по обидно на место рыбалки но вот ребята это друзья у славы хозяева базы они говорят мы вам и поможем и тоже будем приезжать периодически с вами рыбачить вот так что нормально будет не скучно я думаю так все мы отправляемся гнали у рома свой спас жилет он правило не нарушает на воде молодец лучший в одномоторник собрались вот моторы прогрели все загрузились паре тоже там и топлива взяли запас и начинаем движуху на рыбалку рома все готов вот как воспитана раскуп и сидит капитана а я двигаемся по протоке здесь будет такой милляк и выход на реку вот здесь надо будет вылезти с лодки и и протащить через вот этот перешеек так сказать парни подняли мотор и сейчас идут насколько смогут но в любом случае пешком придется немножко проточить лодку слава тоже поднимает моторчик на водомете пойдем так все начинаем протаскивать через вот эту вот проточку небольшое все мы мотор выключили сейчас выходим ром уже что-то приготовился вообще вообще здесь не пройти бы короче всего лишь этот участок до проскочить и все а вот мелко а потом дальше уже все уже можно мотор опускать у рома так и норовит прогуляться искупаться кусают мошки у тебя очень красивый спас жилет это то существо никогда не утопить друзья приключения начинаются новая река природа вообще здесь шикарная еще я попал такую прям зелень все так распускается очень супер и вот он уже вот течение сейчас мы двигаем примерно 15 километров до места нашего лагеря будем искать песочек бровки вот вас ждут закидушечки лещи может быть даже сазан песочек шикарный вообще мы тебя приветствуем на нашей обской реке андрюша красноярску привет парни молодцы все погнали вот эти буйки это поставки так называемая в общем наживца на судака ставят типа закидушек в общем мы планировали ставить встать на этом берегу но здесь все заставили вот этими пустовушками не закинуть закидушки хотя как здесь ставить вставать лагерь здесь такой крутой берег здесь уже меньше пошло с морем мы проверяем место где хотим встать ну и здесь такие интересные вот бровки идут прям ступенями доль берега здесь мелко смотри уже упало на 2,6 здесь уже мелко да вот предыдущие мы там проходили там вообще хорошая глубина 5 метров сейчас вернемся туда здесь сазан чё на сазана смотри можем встать как вы видите сами по опыту вставайте ну мне кажется здесь будет более комфортное место для рыбалки здесь на жаре не с ума не сойдете а жара будет там ласточки летают комаров мы и жрут да ну а чё они уберут я попросил убрать они уберут конечно в общем здесь под песочным берегом вообще нормально комфортно и так чисто и не такой крутой берег и глубина есть 6 метров для леща но ребята говорят что попросили мужиков убрать эти страники чтобы мы поставили там гонки там более вероятен сазан и вот сейчас думаем куда все-таки встать там блин комары это обрыв план подумаем местные начинают убирать поставушки но мы проверяем этот берег видно что стоят щуки судаки вот такие вот палки здоровые и здесь вот в ямке вот пожалуйста стоит я так понимаю судачок либо щучка в ямке решили мы все-таки именно на солнечный берег уже есть такие песчаные какие-то дюны как называется барханы вот они в принципе также уходят в воду и вот здесь есть песок такой классный вообще можно лагерь ставить здесь кстати уже рыбачили потому что стоят вот эти рогатулины и мы холодом прошли здесь такое интересное место что вот здесь после выхода с реки идет яма на 6 метров то есть мы прошли по удалению на который будем бросать и дальше это яма выходит обратно на на фоне вот этого вот коряжник то есть принципе вот не зря здесь люди стояли и мы вот решили здесь есть только один минус что будет днем очень жарко но мы днем вроде планируем судака платье на спиннинг уехать вот поставим здесь шатры ставьте всякие зонты ребята которые с нами приехали очень молодцы помогают не только там вещи и там палатку поставить один значит прикорку начал мешать 2 пошли тычки нарубим общем я взял топор нож и сейчас нужно нарубить пять красивых тычек называем ну рогатулина когда которых будут стоять наши удилища очень секретный рецепт трубы я бы хотел гуляю по берегу собираю дрова такие вот дровянины лежат и вот просто смотрю они правда с одной стороны бывают сырыми вот как вот здесь вот вот еще более-менее такие вот сухие и ребят там собирают снасти вот алексей тоже помогает дрова собирать сейчас будем закидывать прикорка уже готова снасти уже почти готовы некоторые такая вот тяжеленная кормушка есть такие грунтозацепы 150 грамм обычная да но я тяжелее 60 не лаю и потом идет поводочек такой леска с вот таким крючком есть куру и на им будет у нас крокодила 21 метр вот с катушками такими силовыми плетенка все по-серьезному есть вот такие вот профессиональные спиннинги вот это да я вокруг нее обошел думаю не не перевелись богатыри на руси вертолет будем вызывать чтобы потушить у нас есть бензопила но вот эта вся дровянина она вся в песке потому что здесь мыло и и вот и можно пилу короче загубить поэтому им по старинке посередине жгем потом складываем пополам нормально вот этого нам хватит потому что дров все прибавляется видимо две недели будем тут завтра лёха стопит на плов дрова они уходят быстро на самом деле быстрее чем мне понравилась вот эта коробка у меня всегда проблема с поводками что для маховой удочки что вот так для фидера но есть какая раз коробочка чик поводочек может несколько а тут у нас что остальные всякие принадлежности красота кому не покажу больше вот здесь вот вся яма здесь мама тащи дрова давай уже все ребята отправляются на базу все ребята уехали были вообще молодцы нам могли и дрова натаскали и снасти помогали приготовить наладку помогли поставить сейчас начинаем закидывать снасти пора уже рыбачить так вот такая прикормочка получилось вот немножко здесь жмыха есть но запах конечно обалденно и вот набиваю кормушку 150 грамм блин и таким вообще никогда не ловил но все когда-либо делается поплотнее забиваю потому что течение здесь монтаж уже другой здесь кормушка скользит по основной леске и упирается в бусинку а дальше идет поводок леска по моему 014 индеец агат вот такой вот пучок получился закидываем здесь вот поставить бандюэль и опарика попробуем собрать когда вот сам прям темнеть начнет он вообще тут будет гонять по страху не кидать где-то метров 30 уже где-то клюет что вот такой закат мы закинули все снасти это три крокодила с колокольчиками принципе везде монтаж одинаковый вот и здесь два фидера поставили значит бубенчики чтобы если что нам среагировать вот сейчас будем готовить вещи к ночлегу палатку там сразу раскинем и будем разводить костер чтобы что-то приготовить башка полетела комары но сейчас разожгем костер и будет нормально я думаю вот я шалашик строит вот я шалашик строю слава поставил здесь газовую плитку вода уже закипает в общем сейчас гречушечку на и сварим побыстренько это быстро и вкусно тушеночка белорусской я еще главпродукт взял попробовать какая-то люкс мы полюбили очень гречку после якутии да я всегда любил гречку она такая как бы каша такая для желудка хорошая и готовится легко утра будет сильный туман поэтому все вещи вот спрятали вот здесь вот как это в прихожие что ли называется есть такие она будет закрываться полностью два спальных места посередине электроника не пускаем поклевок пока нет ждем ну один раз долбанул этот колокольчик что-то для мужа какая коряжка плыла может рыба комары немножко появились мне кажется все-таки прикормку нужно увлажнить еще дополнительно ну да слишком суховатая на полу быстро вымывается слава прям как шаманские обряды какие-то хочет совершать пола оставил это нам нечистки комарины нечисть вампиры пристают и ветер идет вот оттуда ветерок и мы вот где сейчас сядем будем сидеть перекусывать что скромный ужин у нас на скорую руку потому что были заняты чё лагерь пока пока с насти пока туда-сюда королевский ужин но он к белорусу они же рублей башки удовольствием вообще бахнем кстати у нас все время якутию хлеб купеческий с изюмом вообще вот этот еда эх и ром хочет арома сейчас свое свал смаз метельного на вилку и пришел еще у нас выпрашивать вот ромина и да ну понеслась слушай вот эти помогают спираль пойдем где-то вот там ну чё ребят у нас первая поклевка сидели мы культурно болтали счет клеванула ничего есть нас крокодил это непонятно ух что-то плещет нифига это начало снесло травой да 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 тут траву несет хотя к чему тут работа столько несет травы вот несет я тоже нам учился цеплять она так плохо отцепляется на кончике тащит тащит звук-то звук какой буль-буль-буль-буль друзья ну что мы все легли спать в палатке вот зажгли спиральку чтобы комарозе ну вроде не особо ничего не залетела вот робко у нас между нами храняет вход молодец намаялся сами устал ну и мы сегодня тоже подустали в общем несет траву вот не знаю как завтра будет ловиться если не будет ловиться будем пережать другой место да слов конечно чё нам ждать то в целом нормально так в целом так посидеть место хорошего стра сухо песочек были классно вообще она все комара немного утром смотрите продолжение ну что вот и утро хорошо так поспали нормально свежем воздухе вообще-то прям комфортно все вот комаров не было все гуд вот слава говорит даже был колокольный звон пошли сейчас проверять не значит перезарядить снасти очистим наверно траву и будем наверно опять валяться классное небо их классный сейчас я поймал туда поймал древнюю древнюю снасть это кормушку это кормушка груз резинка чё себе сезон она ловит кормушку забивают в корм сколько лет ей интересно так вот у нас наконец нормальная рыба там это вообще будет идёрт что ли и это у нас подлещик а ясь на первый тоже был язык но маленький а это прям уже такой еду едовой его тогда можно расчехлить садок здоровенный класс пойду садок расчехлю сначала слава вытащил маленького подъяска там ну ну больше ладошки такой нормально вот а это прям вообще хороший но у меня вот вот чё у меня клюнула правда сдох ешь сначала положено травы сколько до кружи поклевок не было и все клюнули на черья с опарышем вот еще здесь тоже поставлю случай поклевки передается все на рогатуровину дребезжит вот встает солнышко все но это вообще светло и деток туманы туманы то сейчас разожжем костер и приготовим пробка бегает тут даром слава леща пойму на дальнюю скидушку вот когда закинешь вот так стаскивает стаски стаскивает вот так чик 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 и потом упирается какую-то бровку и все и и остается там и кстати под этой бровкой и рыбы и тоже присутствует таскивать стаскивает в общем и снова вылезли с палатки заходили поспали еще пару часиков здесь такая особенность что течение позволяет ловить не смог не особо присматривая за закидушками потому что рыба садится на крючок сама цену как бы сам потекается вот в этом конечно хороший бонус можно отдыхать и просто слушать колокольчик вот это у нас вчерашний чай еще есть мы можем его подогреть по кружке нам там будет пробки становится жарко начинает залазить воду проверяет рыбу комфортно или температура воды у рыбы там вот и поклевка ребята понимаю на дальнюю и поклевки мощные здесь вот я одел сетку потому что невозможно машка прям летает летает кусает славу как-то он местный ему его не особо меня прочувствует видимо кровь не местная вкусненькая и лезут прям ром ну чё пойдет духи активный то вот так слава снимает свои видео посмотрите со стороны вот пьем чай я с детства люблю даешь лися под бровкой сошло жаль поклевка была такая нормально мощная вот тикаю прям рыба есть и потом начались вот эти вот бровки все одну сначала смог перетащить а вторую уперлась и пришлось немножко с ослаблением так протаскивать и исход но небольшое что-то надо как-то вытаскивать сразу вверх удилище поднимать чтобы эти бровки не это самое не задевал вот надеюсь прям сразу смол такой яма дергается плавно кто-то поклев как это плавно мелочь ну да если даже подлещик клюет когда он долбит нормально он может и лечь так плевать ну вот первый обской вещь хочу такого берем слав космонавты меньше трешки не берем вот первый мой обской вещь меньше килограмма чуть меньше килограмма отпускаем так то что мы решили после нескольких поклевок что-то тишина решили в общем съездить на разведочку на одну закончена половить на спиннинг точно зазвенела зазвенели колокола а где чуть не вижу какие-то из первых ну вот вроде не был поклевок хорошо что у вас здесь она сама садится и и сидит нет нет клюет он в общем у нас вот такая вот лодка ну не у нас а у славы алькор 390 почти 4 метра вот хидея двигатель 9 и 9 ну такой популярный китайский бренд вот здесь что у нас и холод стоит на столике на специальном удилище держателя вот таун специально этот аккумулятор силовой для того чтобы можно можно пользоваться долго холотом вот на полу застелено это рекламный щит да как он называется ну и понравился что весь песочек он чик 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 вот здесь хоп быстренько потом убирается а ну вот написано 3390 под лодку подгоняется это банк не чует им делают прямо коврики на банках мягкие накладки внизу он сумочка есть там ящик нормально а это чё за подушку там да это насос я всегда с собой ложу потому что мало ли чё вдруг там спустила или чё взяли мы 2 2 3 спинни 2 спиннинга подсак и все и отправляемся погнали этот уже собрал всю эту фигню далась поехали поехали надо в общем приехали мы на щучье место здесь такие вот заливчики небольшие полустоячая такая вода вот она выходит здесь на охоту по ехолотку посмотрели здесь такой свал идет сразу вода такой прям кофе с молоком не га так не ловил такую вот и воду но у них щука клюет почти стоять якорь это вот это так я буду использовать пинг аргумент до 35 грамм у меня кстати до 5 6 астрахань у меня точно такие же есть дома ну слава сказал не бери не так что пора и щучку поймать катушка катушка флагман 2 500 корт корт икс хорош катушка не нравится а вот куда значит плещется с первого заброса поймает идем сплавом просто так дергаем в отвес на волке называется рыбалка в отвес здесь называется на макалку макалку макалим макалим не макаем и макалим пока ли небольшой поцак надо щучка намокалку замокалку до час едовая кстати вот как раз направляю сошла что не просеклась на пол ну такая чуть-чуть до кила не хватает до часок драмы не хватает на килограмма зачем мы же не ради того выбираем чтобы там и здесь много в одном месте о чудачок таком да будем брать еле держится это уже ухо лаваристая в этом месте одного размера хорошо просек замокали а мясо вкусная беленькая макальная тема работает на уху наловили не крупная но уха уже будет вкусно что чего будем леща этих апистархозных есть сейчас мы сделаем еще прохода чуть считает все сною с одной снова место попробуем достать и проводку покидать ты видишь что ты щучка и судак либо выше подняться еще покидать ух ты ага клево бачокский щучонка на его вот еще щучка сошла дофига и да здесь хорошая рыба да ухуха будет краткой щука хорошая девушка до тела чуть может нет смело есть смело 900 до щука на кренка попалась шумика хорошо смотри кунек который гонял за всех и милковатый как рыба эх сход по моему а не чуть ли рыбу крест да да ну что ну наверное виброхоз зеленый щука да да ну что вот так вот и макали мы здесь макали 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 не но это я это на проводке же любят вот она обская щука до песочек я ее называю щука песчанка такая но это вытянутая течение не чувствуется живет торток у меня тоже как создану нападение так перевернется а я выбирал такие ну вот такую приманку я поставил тяжелее на течение у меня не так много опыта ловить ну ничего сработало а все то я не не прячу я вот так открытый тоже здесь пески нормально леща поймал ерша поймал щуку поймал судака осталось ну вот идут эти барханчики то же самое на дне такие ямки возвышенности и от вами мы выбираем где-то полтора-два метра и начинаем скатываться по этой глубине летний рыбалка так уже выставляемся мы сейчас на глубине два метра у нас он ориентирован тут пенек будем макать хорошая тупо закинули сюда себя и показывала холод можно было не мочить задок я только запустила два раза судаковой макалочка да задрала до сбила о фигасит кто она так поднимается трех метров охотиться на короче на лагерь спускаемся там ванька приехал на волжан здесь плески дамка шли здесь видели на структурники рыбу и всплески были но опускаем у славы как обычно сразу опускание удар ваш сердце ёкнуло ромка сразу где-то 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 метр глубины она здесь вот ванька прикинь два раза макнул на волжанке есть смотришь тут турником что мы тут ловим говорит рыба есть паня подъехал заикарился пробует тоже порыбачить приглашает нас куда-то съездить на рыбалку сейчас мы проверим на языке дужки и может быть с ним сгоняем кукан то полне ханик вот друзья видите на берегу есть такие вот эти ямки и вот то же самое есть здесь на дне они так уходит глубину и вот именно в ямках самых стоит щука то есть как раз макаем макаем и вот как только в яму попадаем там обычно получается поклевки интересный способ ух ты какой хороший хороший какой берем это ухо хватает перчатки так ну что кинуть его все и окуня от ского я поймал стал судака ой ваще для ухи сама то трофейная рыбалка где то в яму не находит а? где в яму не находит опа вот поклёв вот что-то творяет щучишка блин хвост откусила вот зараза там таких еще море что отпускаем или берем? берем берем мы сейчас до этого дойдем до... а щуки садок не прогрежут? она же не кусает его полетел так вот добрались мы до лагеря сейчас будем проверять вроде спинки ни один не утащила хорошо но рыбы нам возможно сидит я вот за проход влупил щучку и окуня вот такие вот и кукан полный покажи на кукан вообще там блин битком просто места нет свободного нет места вот это сходили помакали вот это макулек так макулек ты любишь помакать? мне нравится на коротке вот этот да тыдыщ я раньше думал что это дедовский способ беспонтовый потом попробовал кайф да кайф и причем подсекаешь и вот это вываживание короткое блин эмоции на куканье здесь нормальные хорошие ядовые щучки кудачок самые вкусные кушок слушай а у нас было две щуки на одном куканье уже нет одной одной уже нету да жара здесь вообще капец сейчас пойдем проверять закидушки там скорее всего сидят рыбки хоть в дантальню схожу да классно иметь холодильничек такую жару прям холодненькую водичку попить это просто супер на жаре стоит и ничего норм на то летней рыбалкой классно что комфортно сидеть можно весь день не вылазя из воды но ну что ты что ты всех подлещиков разогнал ух ух вода вообще шикарная в обе она как бы холодненькая ну так освежает в жару там какой-то морж плывет поймаю поймаю в этой стране что-то гремит идет развитие кучу дождевой облачности вот здесь где-то через полтора часа ливни начали то там будут можно нас придут получается как вы рыбачим а улок уже достойнейшим образом выглядит как показать то мне сюда тут рыба вот и плату тоже брал дачок с цилий ну щук хороски ваньке вот такая вот волжанка больно вот уровень дозу и а удобно то хорошая вещь а его ждали проходил сабота но за счет скажи хотя бы крутить для надо на держать как-то так первая моя рыба на буль еще небольшой чипов бесполезно видимо катушки навернулась и а будет поправка квадрокоптер что-то и могу найти все на риском аромской я смоя на рожне то сделаем царей любили такую рыбу